Здравствуйте, уважаемые зрители! В этом ролике я хотел бы сделать обзор кофемолки фирмы Грюнхельм, модель GC3250F. И ради интереса хочу сравнить ее с более дешевой моделью, это фирма Domotec, модель MS1106. Кофемолку Грюнхельм я заказывал в Комфе, стоила она по состоянию на начало мая 2021 года 529 гривен. Мощность 300 ватт. Давайте глянем более подробные характеристики. Максимальная мощность 300 ватт, емкость для кофе 50 грамм, есть фиксация крышки типа замок, Материал корпуса, ножа и самой емкости это нержавеющая сталь. Размеры ее 107 на 107 на 178 миллиметров. Давайте теперь откроем коробку и посмотрим. Вот она кофемолочка, кстати там длина кабеля указана 75 сантиметров. Что здесь еще есть внутри у нас, есть вот такая вот щеточка, чтобы чистить. Коробочку я уберу, чтобы не мешало. Давайте посмотрим, что здесь у нас. Два документа. Первый это рецепты кофе. Такой глянцевый листик формата А5. Ну и также идет инструкция по эксплуатации на русском и украинском языках. На кабеле хотелось бы посмотреть маркировочку. Made in China написано. Да, она сделана в Китае. А что сейчас только в Китае не делают? Ага, указана маркировка, но вы здесь, наверное, не увидите. Два умножить на 0,5 миллиметра квадратных. То есть полмиллиметра квадратного это сечение данного кабеля. Можно было хотя бы 0,75 поставить. Ну и за то спасибо. Кстати, на кофемолке Домотек точно такое же сечение кабеля. Крышечка. При открытии и закрытии слышен характерный щелчок. Откроем крышечку. Что мы здесь имеем? Ух ты! Лежечка у нас здесь есть. Это качественный пластик 4ПП. Есть у нас здесь нож, если присмотреться. Я поближе к свету, чтобы лучше видно. Интересно, он выкручивается или нет. Ну, будем считать, что там гайка. Вес 0,8 килограмм. Ну и кнопка. Видите, я ее прижал. Она держит. Я отпустил, она тоже там стоит пружинкой. Получается, когда я нажимаю, то контакт замыкается. Покуда держу палец, покуда идет и контакт замкнут. Здесь разомкнут. То есть, нормально разомкнутый контакт. Говоря по научным. Ну, весистая довольно-таки. Ну и ради интереса, как я и обещал, покажу эту подешевле. Ну, что хочу сказать. Это намного легче по весу. Тоже импульсная кнопочка. Стою 10 ватт мощности. Ну и, честно говоря, здесь крепление самой крышки, фиксация вернее, не очень удобное. Ну и надо же теперь попробовать смолоть. На это я молоть не буду, поскольку уже мы ее используем. А вот Грюнхель надо бы испытать. Итак, кофемолка включена в розетку. Пробуем включить. И ничего не получается. Пробуем поставить крышечку. Щелк характерный. И она работает. То есть здесь как бы умный замок, который служит для техники безопасности, чтобы, когда кофемолка открытая, она не срабатывала. У меня, кстати, на блендере Тефаль тоже такой используется подход. Насыпем лена. У меня кофе я не пью. Вот и лен использую. Думаю, хватит. Не будем полностью. Так. Наш характерный щелк. Поехали. Вот. Есть. И давайте я поставлю сейчас для сравнения Домотек. Лично я покупкой доволен. Ну а вы делайте сами свой выбор. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. До новых встреч на YouTube. Спасибо. Спасибо.